Основанный в 1969 году всероссийский шахматный турнир «Белая ладья» ежегодно расширяет круг участников. Так, в этом году за шахматные доски, помимо трех сотен юных спортсменов из 80 регионов России, сели гости из-за рубежа – Латвии, Эстонии, Израиля, Беларуси, Молдовы, Монголии и Армении. Команда из Киргизии – ребят можно было легко узнать по национальным головным уборам – участие в турнире принимают уже во второй раз. В прошлом году гостям из Средней Азии не удалось занять высоких мест. Решили снова попытать удачу. Как и в других странах, у нас тоже шахматы развиваются хорошо. У нас тоже была упорная борьба, но мы выиграли и получили право. Чтобы получить право попасть в финал «Белой ладьи» в Сочи, команды образовательных учреждений прошли жесткий отсев в регионах. В отборочных этапах участвовало более 5000 человек. Надо выиграть первую школу, первую городу, первую району, первую область, а потом уже сюда попасть. Значит, ребята это мотивирует, дает им стимул для регулярных занятий шахматами. Все хотят попасть именно в Дагомыс, для того, чтобы поучаствовать именно в самых главных соревнованиях нашей страны. Кстати, 91 команда – это рекорд «Белой ладьи». В каждой сборной по 4 человека и не менее одной девочки. Возраст не старше 14. Главное условие участия в этих соревнованиях – это команда должна быть из одной школы. Это, скажем так, турнир из разряда массовых шахмат. То есть здесь профессиональных игроков, профессиональных, скажем так, ребят, которые занимаются, их попросту нет. Здесь именно вот школьная команда, любители. Кстати, действующий чемпион турнира – это команда Армении. Кто станет победителем «Белой ладьи» 2016, пока предугадать сложно. Команды победителей и призеры соревнований определятся по суммарному числу очков, набранных всеми игроками команды во всех матчах. Победитель получит право участвовать в международном турнире «Матч дружбы» с лучшей школьной командой Китая, где также, как и в России, знают толк в шахматах.